МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами вновь программа Квадратные метры и я Владимир Сергея Яков. Здравствуйте! Вначале об основных темах выпуска. Опасная стройка на проспекте Красного Знамени. Кто возместит нанесенный ущерб? Выселение из бараков. В Владивостоке начались массовые проверки прокуратуры. Архитектура и дизайн. Выставка студенческих проектов открылась в ДВФУ. А теперь обо всем подробнее. Очередной обвал дороги произошел недавно во Владивостоке. Стройка вблизи жилого дома на проспекте Красного Знамени угрожает безопасности его жильцов. Кто в ответе за случившееся и кто возместит нанесенный ущерб? Расскажем в первом сюжете. У меня в квартире появляются трещины. Они становятся все больше и больше. Жить в такой квартире со временем будет невозможно. Галина Нечаева уже подыскивает варианты, чтобы сменить жилье. В этом доме стало страшно жить. Осенью прошлого года около дома номер 133, дробь 1 по проспекту Красного Знамени, началась стройка. На Косогоре вырубили деревья, раскопали землю. Жители соседних домов сразу подняли тревогу. Районы без того опасны. Дома стоят на сопке. Во время дождей грунт постепенно съезжает во враг. И страшные последствия не заставили себя долго ждать. Был вырыт громадный котлован, и дорога у нас обрушилась, как видно здесь. Дорога продолжает рушиться, там трещина видна. У нас в некоторых квартирах появились трещины в связи с тем, что забивали сваи. И естественно, жители обеспокоены, что мы скоро просто-напросто окажемся или во враге, или на той дороге. Уже в доме появились трещины между панелями. Мы считаем, что это просто недопустимо. В настоящий момент мы составили акт с жителями о данной стройке, обращения. И вместе с фотографиями в ближайшее время, сегодня, либо завтра, мы направим уже в краевую прокуратуру. Проверку провела прокуратура Ленинского района. На выезде было установлено. Данная земля находится в собственности частного лица, который строит капитальный гараж для личного пользования. Прокуратура района, соответствующая информация, направлена в администрацию города Владивостока, которая организует, в том числе в рамках муниципального контроля, соответствующую проверку, о результатах которой отчитается в прокуратуру района. Мы связались с владельцем строящегося гаража. Оказалось, он сам имеет квартиру в пострадавшем доме. Ничего страшного в ситуации не видит. Говорит, даже предполагал, что такое может случиться. Обещает в ближайшее время устранить все негативные последствия своей стройки. Сам буду за свой шот восстанавливать это все, дорогу, бордюру. И также, как бы, помимо того, для дома, придомовую территорию. Проестировки, как бы, готовить к пользу дома, жильцов, благостроить эту придомовую территорию. Проблем нет, как бы, мы восстановим даже. В 10 раз лучше, чем было. Нам для этого нужно буквально 2 недели времени. Сегодня жильцам дома остается ждать результатов. За восстановительными работами должна проследить администрация города, которая в случае несоблюдения правил и норм обязана принять меры в отношении частного застройщика. Когда говорят самовольный захват жилья, казалось бы, ясно, что требуется восстановить законность и выселить захватчиков. А что, если речь идет об аварийном жилье в заброшенном районе? И как раз захватившие его исполняют функцию сохранения муниципального жилого фонда. Именно так случилось с героями нашего следующего сюжета. При первом взгляде на этот дом трудно признать в нем барак довоенной постройки. По крайней мере, две квартиры на первом этаже выглядят респектабельно. Их хозяйка Марина Цугунова рассказывает, 25 лет назад, после демобилизации мужа, супруги приехали сюда с Камчатки и родители купили им в железнодорожном бараке самую дешевую квартиру номер один. Живя здесь и наводя здесь порядок, я постоянно выходила в коридор и смотрела, что творилось раньше с соседями. Соседей тут не было. Была комната эта брошена, дверь висела на одной петле, полусгоревшая рама и, как здесь, сгнившие полы. Туда приходили люди, бомжи. Они могли там распитием заниматься, они там могли нагадить, все что угодно. Тогда Цугуновы решили просить железнодорожное начальство разрешения занять пустующую квартиру номер два. На станции угольное было управление, которое мне сказала, Марина, плати ты уже за эту конуру, за вторую, живи ты в ней. Тем более на тот момент я устроилась на железную дорогу в вагон-ресторан и работала там год. Они говорят, тем более у тебя двое детей, тендеры ширятся, у тебя места нет. А еще через несколько лет Марина решила взять в семью приемных детей. Потребовалась справка, что имеется необходимая жилплощадь. Такую справку выдали, и в доме появилось еще четверо девочек. А заброшенная прежде квартира с годами стала уютной детской. Нам здесь нравится. Мы очень любим этот дом. Очень дорог. Девочки сейчас живут отдельно, приезжают, бывают к нам. Больше десяти лет за квартиру номер два оплачивали с квитанции. Много средств и труда вложено, чтобы сохранять муниципальную собственность в жилом состоянии. Администрация поселка Трудовое в свое время, вот это разрешение на проживание Цугуновой не оформила должным образом. То есть ей выдано разрешение в форме обычной справки с печатью администрации о том, что ей разрешено проживать там. Но не ордер. Но фактически в связи с тем, что ей позволили там проживать, между ней и администрацией сложились взаимоотношения, идентичные взаимоотношения по договору социального найма. Но на заключение договора соцнайма администрация Владивостока не идет. И напротив, в судебном порядке требует квартиру номер два освободить. Говорят, в подобной ситуации оказались сегодня многие жители заброшенных бараков. Проверки самовольно занятых квартир инициированы прокуратурой. Но успех этого процесса, по мнению депутата городской думы Николая Галаяда, сомнителен. В Владивостоку числятся там 600-800 пустых квартир невостребованных. Если формально подходить, то это жилье. По факту, это фактически невостребованное жилье, из которых две трети надо просто снести. Если человек имеет права на квартиру, состоит в очереди, естественно, он не пойдет жить в барак. Следовательно, эта квартира, она остается пустая. Следовательно, у нее заселяется либо асоциальный элемент, либо используется подхоз нужды, либо заселяется самовольно в тех, кому жить не надо. Эксперты советуют, если за время проживания на самовольно занятой площади она была отремонтирована, а ее жилец состоит либо в очереди на квартиру, либо на учете как неимущий, нужно обращаться в суд. Такие иски суд удовлетворяет. Продолжит выпуск традиционная тема «Некачественный ремонт кровли». Нужно заметить, жалобы на то, что после капремонта стало еще хуже, мы слышим от наших зрителей регулярно. О том, как борются с последствиями некачественного ремонта на улице Кутузова, рассказали нашим корреспондентам. Мария Щерба – строитель-отделочник высокой категории. Через ее руки прошли сотни домов Владивостока, в том числе и Кутузова 8Б. В этом доме не было серьезных проблем, пока администрация города не сделала ремонт. Теперь в свои 90 лет собственница вынуждена исправлять работу безответственных строителей. Как стали делать? Боже ты мой, как побежало, как пошло. Я говорю, а они смеются. Бабушка, сделаем. Вот угол, видите, это я сама заделала. Капитальный ремонт дома прошел в 2010 году. Как говорят собственники, лучше бы его не было. Трубы переложили, куда сумели протянуть. А где не сумели, так и остались старые, стальные, еще с советских времен. Крышу починили так, что она течет каждый тайфун. И после тайфуна пока вода на крыше. Заменили деревянные окна вот на пластиковые, без уплотнения. Зимой свищет так, что если бы мороз градусов был в 20, перемерзли бы все батареи. Вот такой у нас сделали ремонт. Собственники жаловались в администрацию, но гарантийный срок уже вышел. Так что теперь это имущество должна содержать управляющая компания. Но УК советского района, по словам жильцов, на их претензии не реагирует. Сколько мы не ходим в эту управляющую компанию, разговор ответ один, денег нет. Куда деваются все наши деньги? Неизвестно нам. Посмотрите, что здесь творится. В подъездах обшарпанные стены, нет перил. Сыпятся старые деревянные двери и карниз. По фасаду идут трещины. По мнению жильцов, управляющая компания домом не занимается. Я не знаю, кто вам там что говорит. Значит, дом многоквартирный. Получает все услуги. Ремонт делается в зависимости от собранных средств. Зайдите на наш сайт укср.ру. Посмотрите. Там отчет годовой выставлен. Если у них есть деньги, значит, они согласовывают работу. Если нет, значит, ждут, когда накопятся. Вот они и ждут. Почти все жильцы дома – пенсионеры, которые верят на слово и не привыкли бороться за свои права. Но специалисты уверяют – без решительных действий ситуацию не изменить. Здесь получается заинтересованность именно только собственников. Если у них идут какие-то неполадки в доме, то они должны собрать общее собрание, не дожидаться, когда это сделает управляющая компания, и принять на собрание решение о том, что обязать управляющую компанию составить акт данных о неполадках дома и произвести ремонт. Если управляющая компания не выполняет свои обязанности, жильцам следует обращаться в жилищную инспекцию, прокуратуру либо в суд. В ходе работы над сюжетом нам стало известно, что в этом году Кутузова 8Б ждет капитальный ремонт кровли по региональной программе. Настоятельно рекомендуем жильцам строго контролировать ход работ, чтобы потом снова не пришлось самим исправлять огрехи строителей. В Владивостоке открылся международный молодежный форум «Архпасифик-2017». Молодые архитекторы и дизайнеры из России и стран АТР поделились своими мыслями о будущем, обменялись новыми идеями, возникшими в условиях разных культур. На открытии форума побывала наша съемочная группа. Улицы, дома, культурно-спортивные центры. Продумано все до мелочей. Своё градостроительное решение представляет студентка третьего курса ДВФУ. Татьяна Рябухина спроектировала поселение с численностью проживающих в тысячу человек. Общественные постройки, вот они здесь, набережная, стадион, также школьные учреждения, детсад в той стороне. Очень важно было сделать всё так, чтобы красиво, не только функционально было, но ещё и красиво. Сделать городскую среду комфортнее, современнее и привлекательнее – девиз каждого участника Международного молодёжного форума. Студенты российских и зарубежных вузов представили более 400 архитектурных и дизайнерских проектов. Инновационные решения и оригинальные идеи по организации общественных пространств. Это настоящий банк архитектурных идей для города. Тема жилья проходит через все годы. То есть он на первом курсе делает маленький дом, на втором курсе чуть больше, потом блокированный средний этаж, потом целый комплекс, микрорайон. То есть на всех уровнях они уже проектируют среду городскую. Студенты решают проблему городских парковок, активно используют ресурсоразберегающую архитектуру, учатся решать вопросы экологии. По словам организаторов форума, будущие архитекторы много фантазируют, но их идеи и концепции часто становятся основой для реальных проектов. Дальний Восток по-прежнему имеет большой интерес к развитию. Недавно стартовал приоритетный проект формирования комфортной городской среды. Вы, наверное, слышали, что здесь работают ведущие проектные компании, не только нашей Российской Федерации, но и зарубежные. Над вопросом, как лучше благоустроить наш город Владивосток, решить его проблемы. Начиная с Владивостока, переместить всю эту практику на все территории, не только Приморского края, Дальнего Востока, но и Российской Федерации. Проекты оценивают жюри из числа российских и иностранных преподавателей, экспертов и практикующих специалистов. В рамках форума также работает научная конференция, где теоретики и практики обсуждают современные тенденции в архитектуре и градостроительстве. На этом наш выпуск завершен. Все его материалы вы найдете на сайте otvprim.ru. Напомню, телефон редакции 221-4011, звоните. А я на этом прощаюсь. Всего доброго. Встретимся на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»!